Я волшебник, дед Всевед, мне в обед всего сто лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Притворная болезнь. Русская сказка. Бывали жива ли царь да царица. У царя, у царицы был один сын, Иван-царевич. Вскоре царь умер, сыну своему царство оставил. Царствовал Иван-царевич тихо и благополучно, и всеми подданными был любим. Женился Иван, и вскоре родились у него два сына. Иван-царевич ходил своим воинством воевать в иные земли, в дальние края, к пану Плешевичу. Рад силу его побил, а самого в плен взял и в темницу заточил. А был пан Плешевич куда хорош и пригож. Увидала его царица, мать Ивана-царевича. Полюбила и стала частенько навещать его в темнице. Однажды, говорит ей пан Плешевич, Как бы нам твоего сына Ивана-царевича убить, Стал бы я с тобой вместе царствовать. Царица ему в ответ, Я бы очень рада была, если бы ты убил его. Сам я убить его не смогу, А слышал я, что есть в чистом поле чудище о трех головах. Скажись царевичу больною и вели убить чудище о трех головах, Да вынуть из чудища все три сердца. Я бы их съел, у меня бы силы прибыло. На другой день царица разболелась, расхворалась, Позвала к себе царевича и говорит ему таково слово. Чадо мое мило, Иван-царевич, Съезди в поле чистое, Убей чудище о трех головах, Выни из него три сердца И привези ко мне, скушаю, А вось поправлюсь. Иван-царевич послушался, Сел на коня и поехал. В чистом поле привязал он своего доброго коня к старому дубу, Сам сел под дерево и ждет. Вдруг прилетело чудище великое, Село на старый дуб, Дуб зашумел и погнулся. Хо-хо-хо, Будет чем полакомиться, Конь на обед, Молодец на ужин. Эх ты, поганое чудище, Не уловивши бела лебедя, Да кушаешь, Сказал Иван-царевич, Натянул свой тугой лук И пустил калено стрелу. Разом сшиб чудищу все три головы, Вынул три сердца, Привез домой и отдал матери. Царица приказала их сжарить, После взяла и понесла в темницу к пану Плешевичу. Съел он, Царица и спрашивает, Что, будет ли у тебя силы, Как у моего сына? Нет, еще не будет. А слышал я, Что есть в чистом поле чудище О шести головах. Пусть царевич с ним поборется. Одно что-нибудь, Или чудище его пожрет, Или он привезет еще шесть сердец. Царица побежала к Ивану-царевичу. Чадо мое милое, Мне немного полегчало. А слышала я, Что есть в чистом поле Другое чудище О шести головах. Убей его и привези шесть сердец. Иван-царевич сел на коня И поехал в чисто поле. Привязал коня к старому дубу, А сам сел под дерево. Прилетело чудище о шести головах. Весь дуб пошатнулся. Хо-хо-хо, Будет чем полакомиться. Конь на обед, Молодец на ужин. Нет, чудище поганное, Не уловивший бела лебедя, Да кушаешь. Натянул царевич свой тугой лук, Пустил калену стрелу И сбил чудищу три головы. Бросилось на него чудище поганное, И бились они долгое время. Иван-царевич осилил, Срубил и остальные три головы. Вынул из чудища шесть сердец, Привез и отдал матери. Она того часу приказала их сжарить, После взяла и понесла в темницу К пану Плешевичу. Пан Плешевич от радости на ноги вскочил, Царицы челом бил, Съел шесть сердец. Царица и спрашивает, Что, станет ли у тебя силы, Как у моего сына? Нет, не станет. А слышал я, Что есть в чистом поле чудище О девяти головах. Коли съем его еще сердца, Тогда, наверное, будет у меня силы С ним побороться. Царица побежала к Ивану-царевичу. Чадо мое милое, Мне получше стало. А слышала я, Что есть в чистом поле чудище О девяти головах. Убей его и привези девять сердец. Ах, матушка родная, Ведь я устал, Пожалуй, мне не выстоять, Супротив того чудища О девяти головах. Дитя мое, Дитя мое, прошу тебя, Съезди, привези. Иван-царевич сел на коня И поехал. В чистом поле привязал коня К старому дубу, Сам сел под дерево И заснул. Вдруг прилетело чудище великое, Село на старый дуб, Дуб до земли пошатнулся. Ха-ха-ха, Будет чем полакомиться, Конь на обед, Молодец на ужин. Царевич проснулся, Нет, чудище поганое, Не уловивший бела лебедя, Да кушаешь. Натянул свой тугой лук, Пустил калену стрелу И сразу сшиб шесть голов. А с остальными Долго-долго бился, Срубил и те, Вынул сердца, Сел на коня И поскакал домой. Мать встречает его, Что, Иван царевич, Привез ли девять сердец? Привез, матушка, Хоть с великим трудом, А достал. Ну, дитя мое, Теперь отдохни. Взяла от сына сердца, Приказала сжарить И отнесла в темницу К пану Плешевичу. Пан Плешевич сел, Спрашивает царица, Что, станет ли теперь силы, Как у моего сына? Станет-то, станет, Да все опасно. Слышал я, Что, когда богатырь В баню сходит, То много у него силы убудет. Пошли-ка наперед сына в баню. Царица побежала К Ивану царевичу. Чадо мое милое, Надо тебе в баню сходить, С белого тела пот омыть. Иван царевич пошел в баню, Только что омылся, А пан Плешевич Тут как тут, Размахнулся острым мечом И срубил ему голову. Узнала о том царица, От радости запрыгала, Стала с паном Плешевичем В любви поживать, Да всем царством заправлять. Осиротели двое маленьких Сыновей Ивана царевича, У бабушки задворинки Оконницу изломали. Ах вы такие сяки, Обругала их бабушка задворинка. Зачем оконницу сломали? Прибежали они к своей матери, Стали ее спрашивать. Почему дед так неласково Обошлась с нами? Говорит мать. Был бы у вас батюшка, Заступился, Да убил его пан Плешевич, И схоронили его Во сырой земле. Матушка, Дай нам мешочек сухариков, Мы пойдем оживим нашего батюшку. Нет, дитятки, Не оживите его вам. Благослови, матушка, Мы пойдем. Ну, ступайте. Того часу дети Ивана царевича Средились и пошли в дорогу. Долго ли, коротко ли шли они? Скоро сказка сказывается, Да не скоро дело делается. Попался навстречу им Седой старичок. Куда вы царевичи путь держите? Идем к батюшке на могилу, Хотим его оживить. Ох, царевичи, Вам самим его не оживить. Хотите, я вам помогу? Помоги, дедушка. Нате, вот вам корешок. Отройте Ивана царевича, Этим корешком его вытрите. Они взяли корешок, Нашли могилу Ивана царевича, Разрыли, вынули его, Тем корешком вытерли. Иван царевич встал. Здравствуйте, дети мои милые, Как я долго спал! Воротился домой, А у пана Плешевича пир идет. Как увидал он Ивана царевича, Так со страху и задрожал. Иван царевич предал его лютой смерти, Схоронили пана Плешевича, И отправились поминки творить. И я тут был, поминал, Кучью большой ложкой хлебал, По бороде текло, В рот не попало. Вот и сказочки конец, А кто слушал, молодец!